За здание детского сада на интернациональный 50 городским властям пришлось побороться. 90-е постройка оказалась в руках не самых добросовестных предпринимателей, которые о капитальном ремонте и не задумывались. Когда администрация города окончательно вернула детсад назад, закипела работа. О предстоящей реконструкции строители говорили, как о полноценной стройке. Территорию задействовали максимально. Отстроили цокольный этаж под прачечную пищеблок, на кровли начали возводить прогулочные зоны. Такая площадь должна была принять около трех сотен малышей. Но сегодня таких ударных темпов строительства уже просто нет. Проблемы есть с финансированием. То есть у нас на сегодняшний день накоплена достаточно существенная кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками, перед финансовыми учреждениями. То есть на сегодняшний день у нас практически ресурсы уже исчерпаны. То есть работу мы не останавливаем. Ну, как можем, как говорится, двигаемся, да. А это может означать лишь одно, что, скорее всего, потенциальным воспитанникам этого дошкольного учреждения придется подождать. И это не единственный детсад в городе, строительство которого отстает от плана. Так, по адресу Ковальчука 36 на завершающем этапе стройка перешла в замедленный режим. Хотя по сравнению с той работой, которая уже была проделана, остались мелочи. Оделочные работы и установка оборудования. И все же, уже на протяжении пяти месяцев строить нечем и главное не на что. Насколько я информацией располагаю, такая же картина везде. То есть на начальном этапе финансирование было нормальным, в графике, соответственно, в графике шли стройки. Ну, а на настоящий этап многие объекты в таком же вялотекущем режиме. Еще один садик, но уже по адресу Русская 85, расположен в густонаселенном микрорайоне. То, с чем пришлось работать – труины. Реконструированы и приведены в полный порядок залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок со современным оборудованием, медпункт, бытовые и административные помещения. На территории уже есть прогулочные площадки с современными удобными игровыми комплексами. Многие семьи ждут открытия этого сада уже давно. Большинство родителей рассчитывали отвезти ребенка в садик уже 1 сентября, но их ожидания так и не оправдались. По контракту у нас в августе, в начале августа заканчивается выполнение работ. По срокам ушли где-то вот на начало сентября. У нас были проблемы в части финансирования, не касаясь организационно-строительных работ. Из-за задержки федерального финансирования, как нам сообщает заказчик, у нас были задержки. И пришлось привлекать и кредитные средства, и свои средства вкладывать с других объектов, перебрасывая денежные средства, чтобы успеть в срок. А между тем, городские власти активно реализуют программу расширения сети дошкольных учреждений. Свою долю софинансирования выделяют согласно планам. Но, видимо, это как раз тот случай, когда один в поле не воин. А значит, пока к решению этой задачи не подключатся все соответствующие структуры, ожидания многих ладивостокских семей воспользоваться своим правом отдать ребенка в государственный детский сад, так и останутся лишь ожиданиями. К концу 2015 года планировали завершить строительные работы в шести детских садах. Сейчас, очевидно, сдать все объекты в сроки уже вряд ли удастся. А в путевках по-прежнему нуждается почти тысяча маленьких горожан. Александра Нитая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.